Велосипедист Велопарад, принять участие в котором могли все желающие. Особое внимание организаторы мероприятия уделили правилам безопасности. Абсолютно все желающие могут принять участие. Единственное, что все должно быть в рамках правил дорожного движения, все-таки до 14 лет дети к самостоятельному передвижению по дорогам общего пользования не допускаются. Поэтому все, что старше 14 лет, на любых велосипедах, любой конструкции могут спокойно принять участие в велопараде. Старт состоялся у мемориального комплекса «Скорбящая мать». Проехав 20 километров, участники финишировали у музея дачи Маяковского. Во время велопарада организаторы провели велоэкскурсию по историческим памятникам и сооружениям Пушкина. Программа мероприятия была обширной и разнообразной. Помимо велопарада мы подготовили после финишного, так сказать, эстафету конкурсов. Также у нас в городе будет проведено небольшое мероприятие, как фестиваль музыкальный. Там будут выступать артисты не только Пушкина, но и ближайших городов. Поэтому, я думаю, будет весело всем и рекомендуем посетить. Велосипед с каждым годом становится все более популярным видом транспорта в России. Этому способствует поддержка правительства и популяризация здорового образа жизни. Нет лучшего способа победить осеннюю хандру, чем покататься по городу на велосипеде, утверждают участники велопарада. Организаторы обещают, что подобные мероприятия будут проходить в Пушкина регулярно. Обычно у нас традиционно два велопробега в году. Один проходит на 9 мая, другой проходит около дня города. Так что, возможно, мы поклониваем и давно хотели сделать что-нибудь новогоднее, рождественское, зимнее. И в этом году сделаем именно что-то такое. Времена меняются, но велосипед остается одним из лучших изобретений человечества. Вне зависимости от возраста велоспорт – это синоним здорового образа жизни. Это свобода, скорость и страсть. Ермакова Татьяна, телеканал «Твой».